Ну-ка, ну-ка, о-о, хорошо Всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Елай, это очередное видео на моём канале И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чём мы сегодня с вами будем говорить А говорить не будем о клубе Романтики, точнее, играть в него, потому что давно не было летсплеев И вы просили, ждали, поэтому всё ради вас, естественно, признаюсь сразу, что не заходил в эту игру почти полгода, поэтому не знаю, чего ждать Но говорят, обновления очень горячие, сочные и интересные, так что я решил немного изменить формат летсплея в клуб Романтики И теперь они будут гораздо длиннее, и мы, скорее всего, будем заканчивать истории, нежели как в прошлые разы мы будем с вами играть пару историй, пока меня не скучит Поэтому в этой рубрике всё зависит только от вас Если вам зайдёт и вам понравится, то будет и следующее продолжение Поэтому сегодня, надеюсь, на очень длинное видео, и без лишних слов, давайте начнём Итак, собственно, многие из вас мне советовали пройти новую историю, которую я до этого ни разу не видел Называется она «Секрет с небес», и у неё очень сочное такое горячее описание «Я умерла», моя любимая «И попала в школу ангелов и демонов», адские лекции, ангельские парни и соблазн нарушить небесные правила Что ещё ждёт меня в этом фантастическом, но опасном мире?» Описание интригующее, так что мне нравятся ангелы, демоны В принципе, я готов всегда и душу продать, и жопу отдать, так что давайте начнём играть Вот-вот начнётся ваша история, но сначала выберите свой образ Европейский тип лица, ну, в принципе, мне у неё всё нравится, поэтому давайте, наверное, выберем какие-то волосы Ну, вот эти вот симпатичные, давайте, пусть будет так, не будем долго думать Имя Крысина Ну-ка, я выгляжу отлично Пускай начнётся история Музыка такая интересная Флейта, все дела Глава, обретённые крылья Яркость свет на мгновение слепил меня Я сделала шаг вперёд, но под ногой оказалась пропасть Ах, крысина Несколько камушков откололось и упала вниз Пелена начала отступать, и на горизонте проявился водопад Где я? Ты вбутова, милая Похоже, я сплю С актёрской игрой, простите, мне придётся немного поднажать, но пока читаю нормально Не как пятиклассник Эта мысль немного успокоила И всё же, как реалистично это выглядело За спиной простирался лес с огромными деревьями Ветки у них были витиватые и ходили до бескрайнего неба Хорошие у них описания пошли Раньше было чисто увидишь мужика, валишь его Либо он тебе даёт, либо не даёт А то тут всякие витиватые ветки, леса, все дела Я обернулась и снова выглянула вниз Куда ты? А, взглянула, всё, началось Действуй А извините, а вы кто? А у вас такой интересный силуэт? Голос прозвучал в голове и в то же время отовсюду Чисто я после похмелья Он прогремел, словно гром, словно удар в гонг Реально, моё похмелье Я поняла, что если не послушаюсь его Если я стану сидеть, случится что-то страшное Например, ты не сдашь экзамены Подсказка Выбор, который, ну, как обычно, сейчас мы что-нибудь сделаем не так Я Прыгнула в пропасть Твой выбор повлиял на историю Как? Что, ногу сломал или что? Люди не могут умереть во сне Это поможет мне проснуться Ну Это мой муд Это вот моё настроение Музыка-то какая Ну-ка, ну-ка, ну-ка Сейчас движуха начнётся экшен Пустота приняла меня в свои объятия Сердце заколотилось И грудь сдавила от ужаса Это не сон Я разобьюсь Страх вас обладал над всеми эмоциями В отчаянной попытке спастись Руки пытались найти опору Слону можно было зацепиться за воздух Меня кто-нибудь спасёт Я закрыла глаза Не в силах смотреть на приближающуюся смерть И вдруг Сзади что-то раскрылось Оставлю отпадение Меня отшвырнуло вверх И только тогда я поняла Что шевелю чем-то Чем ты шевелишь? Это что у тебя там? Крылья! Двигать им получалось интуитивно Из горла вырвался истерический смешок Это, знаешь, что она лезет в пропасть А музыка-то такая, знаете Ух, прям Миссия невыполнима Несколько взмахов И внизу показались очертания земли Но едва ноги коснулись опоры Перья будто листья по осени Начали опадать Пока от крыльев не осталось ничего Затем колебания прошли Я снова оказался на месте А где движуха? Где мужики? Значение вашей славы Но славу я люблю Раздались короткие Патетические хлопки Патетические Это что за слово? Создатели клуба романтики Я здесь не какие-то интересные слова Еще о мужиков голых Страсть и любовь Энергию Причем энергии не знаю Но в любом случае Не патетические Я вздрогнула и обернулась на звук Иу Вы Че такой старый, страшный? Браво Прыгнуть в пропасть Мне надо поступать Нет, прыгнуть это понятно А вы где молодой? Мужчина Кто вы? Ну какой-то чмо Вместо ответа Он расправил крылья за спиной Я говорю, чмо Меня зовут Геральт Ведьмак шо ли? Ведьмаку заплатите Из джунглей вышли Женщина с парнем Позади них Подпрыгивает радость И выскочил странный зверь Какая-нибудь крыса Аня, ну зверь Фыр Фыр Ладно Не получилось хорошо Женщина Какая красавица Поздравляю вас с рождением С рождением чего? А, прохождением теста Все, я начал читать Как второклассник Вы ничего такая Здравствуйте Парень молча лишь Окинул меня Оценивающим взглядом Я тебя окину У меня взглядом Я тебя сейчас так окину Хеллоу А вот ты молодый Вот ты свежее мясо А че молчим? Что происходит? Я умерла? Нет, моя хорошая Ты жива Быстро она Мысль возникла Сама по себе Но вся суть Моя и сопротивилась В попытке успокоить Женщина коснулась меня Паника начала ослабевать Мне так нравится У него этот контраст имен Я Мисселина А, это Энди Парень молча кивнул Продолжая сверлить Меня взглядом Я тебя посверлю сейчас Ты мне сейчас досверлишь Я тебя сейчас отсверлю сама А че молчим-то? Я хочу знать, что происходит Прошу, отпустите меня Я хочу знать, что происходит Что за тема? Голос сорвался на крик Меня раздражало ухмыл Как Герлин Понятно Кто вы такие? Отвечайте У тебя борный нрав Я тебе по лицу сейчас дам Понимаю Это сложно Между персонажами Надо немного перестраиваться Понимаю Это сложно принять Но ты действительно умерла Хватит прелюдий Мисселина Тебе-то хватит прелюдий Ты уже старый У тебя-то вместо всего этого уже После смерти Все люди проходят тест Тест Вот знаете Это вот Быть умным Но заваливать тесты Это как быть красивым Но не фотогеничным Херово Тест мы скорее всего провалили Да? Мы не прошли, что Кто-то прыгает Как и ты Но не все обретают крылья В полете И в итоге разбиваются То есть я умираю И еще раз умираю Тогда они продолжают Свой путь В аду Или раю А я тогда где? Но есть такие подобные тебе Которые взлетают Ну Спасибо Они избранные Ты избранная Но мы это поняли Как Энди Она чуть подтолкнула его в спину Но он лишь едва заметно Качнул головой Наблюдая за тобой Из-под полу Опущенных ресниц Я ему сейчас висите Реснички-то повыдираю И он будет смертнеть Шо ты молчишь? Скажи хоть слово Шо это значит? Избранное Предлагаем Ой, школа ангелов Давайте А то меня уже заколебала Эта вся вот эта вот ваша Тирада Эта школа Очень важна для нашего мира Очень классно Давайте я сразу поступлю И все будет отлично Время от времени Да, будет классно Будет спускать А то есть я ангел, да? То есть я могу Это С земными мужиками мутить Эта тема Господи Я сошла с ума Я сошла с ума А не не сошла с ума Мисселина будто Почувствовав мое беспокойство Снова коснулась меня Почувствовав мое беспокойство Я на них ору И не понимаю, что происходит Почувствовав мое беспокойство Ты получишь власть По-другому Сгонишь на бессмертие Перед тобой откроются перспективы Ну ладно Я согласен Это хорошо Что ты молчишь? Я тебе сейчас язык выдеру Мне показалось Или он усмехнулся По лицу сейчас схватит Вот леща Небо замерцало Вода на секунду Обрушилась вниз Словно Че подалась? Гравитация Но затем Снова поползла вверх Я подумал Там есть какое-то Супер умное слово Которое я не пойму Время Пора решать Да я согласен Че это? Вы ждете ответа? Да я согласен Ой, да-да-да-да-да-да-да Она готова Бла-бла-бла Я согласен на все Давайте Хоть раздевайте Хоть жопу отдавайте Я согласен на все Гераль хлопнул меня Ну хоть не по жопе Хоть по спине Я упала на колени И слезы брызнули Из глаз Из Слезы Я упала на колени Из слез Прыгнули слезы Ха? Гераль хлопнул меня По спине Хорошо Первая часть Предложения работает Я упала на колени Это не клуб романтики Это какой-то уже другой сайт Из слез Прыгнули слезы Хорошо Предположим Возможно Это имеет какой-то смысл Резкая боль Пронзила лопатку А вот это уже точно Другой сайт Я закричала И тут же умолкла Испугавшись собственного крика Энди сел передо мной На корточке Ууу Чтоб встретиться На взглядом Мы так и будем С друг с другом Гляделки-то играть Я не могу понять Мы все через это проходим Через что? Через твое молчание Или что? Чшшш Твщ Сам дыши Чшшш 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 Чшшшш Он требовательно смотрел Мне в глаза Словно пытаясь Забрать мою боль Но походу Сейчас схватит по лицу Но боль росла Я чувствовал Как кожа разрывается Как что-то трепещет Нутри меня рвется наружу Реально У нее понос Походу девочки Выпусти их Они должны чувствовать свободу Реально у нее понос Девочки Все Капец Расслабься Позволь себе взлететь Походу Острые крылья Из КФС Поела Слишком много съела И потом еще молоком запила Все Капец Я подняла голову И посмотрела на него Его лицо было спокойное Средоточенное И сейчас он точно у меня Отхватит с ноги Просто Он изучал меня Пока его взгляд Не остановился На моих плотно сжатых кубах Я сейчас плюну ему в лицо У меня какая-то ненависть К нему уже сразу Опять молчит Вы посмотрите на эту дрянь Ах Чмарина О, все Красное стало Послышал сорваный звук А затем взмах Хорошо Боль прошла Осталась лишь Любовь Осталась лишь Нующая пульсация По всей спине Я обернулась И замерла О, вот это интересно Ну-ка Глаз не оторвать Простые Интересные Но у нас есть немного алмазиков 280, если быть точнее Поэтому давайте купим интересные Возможно они привлекут внимание Обо всем остальном Тебе расскажут в школе Да ладно Я уже сама разберусь Господи, еще в первый раз что ли Я думал Бессмертные не знают Что такое боль Боль позволяет нам Чувствовать себя живыми Она держит нас в узде А можно вот эти диалоги Про боль пропустить Где любовь Где страсть Где ангелы Где демоны Услышав свое имя Фыр тут же выскочил У него что имя Фыр Еще вы мне говорите Что я плохие имена выбираю Вот крысятина Вообще нормальное имя Фыр Фыр похож на На что-то он похож Ладно, неважно Энди Видишь, я в курс дела Да? Ну сейчас мне Энди там введет Конечно Энди кинул Он мне хоть слово-то нормальное скажет Хотя бы за всю эту игру Хватит на нее так смотреть Хоть бы постыдился А я говорю А я говорю Что он на меня смотрит Странно Он явно меня хочет Но не хочет Вот это вот все делать Перед другими людьми Я понимаю Некоторые люди так не любят Что-то скривил свое лицо Я реально ему вмажу Геральт подхватил меня за талию И усадил на Фыра Ууууууууу А Геральт это такой этот Интересный, интересный Это интригующий мужчина Когда самое время Учиться летать Я же говорю Крылья есть ума не надо. Удачи. Еще увидимся. Крысина. Крысина. Крысина и крысинам. Крысина мне нравится больше. Как будто крыска такая. Ну, не крыска такая. Крысина. Но ничего. Хер через нахер. Фыр. Надо тебя нормально научить говорить по-русски. Там всякие маты. Вот это все. Тебя научим. Дракон встрепенулся. Вынуждая меня сесть поудобнее. Тут же взмыл в небо. А-а-а. Удерская игра на уровне. Припав к нему всем телом, я обвила руками его толстую шершавую шею. Бля, это моя шея. Поток воздуха был такой сильный. Это все, конечно, очень классно. Я все это пропущу. О! Эй! Так, пропустишь все самое интересное. Что, твоя киса ебала? Услышав его голос, я неосознанно открыла глаза и сказала ему. Иди в шопу. Эй, не заметив, что со мной что-то не так, и прилетела поближе. Чтобы просто на меня посмотреть, видимо. Все нормально? Нет! Тебя увидела! Поделиться переживаниями. Я не хочу умирать, я хочу жить! Все хотят, моя хорошая. Ну, не все, конечно. В 2020 году сейчас не особо как-то этого хочется. Пришлось кричать, чтобы в этом потоке Энди смог меня расслышать. Мне кажется, он просто притворяется и все слышно. Вот все слышно. Ему стало жаль меня, но эта жалость не казалась унизительной. Правильно, еще какие-то чмошники меня жалеть будут. Но ты же умерла. Ваши отношения с Энди улучшились. Ладно, возможно, мы не дадим ему по лицу. А просто ему дадим. А как ты умерла? Да хер его знает! Я... я не помню. Ну, серьезно, не помню. Что жралась, наверное, в говничье, ударилась об барную стойку лицом. Паника снова захлестнула меня. Как можно не помнить собственную смерть? О, моя хорошая, я много моментов в жизни не помню. Я начала копаться в вспоминаниях. Обрывках той жизни, в которую мне уже не вернуться. А жаль. Меня зовут Крысина Уокер. Надо было назвать ее Пол Уокер. Моя мама умерла, когда мне было 5 лет. Ой, началось. Сиротка грустная, никому не интересная. Крыса тупая, мышь слепая. Я окончил университет живописи, защитила диплом. Бесполезный диплом, классно. Ехала домой, чтобы поделиться с Катей Папе. И умерла. Прикинь, защитила диплом и умерла. Капец. Ехала, ехала и приехала. В рай. Ну, почти в рай. Картинка за картинками стала возвращаться память. Я вцепилась в фыра из шалада. Скреша-то супы. Что жр-шр-так? Ой, какой-то лес в сумерки. Здравствуйте. Руль, дорога, мелькающий скучный пейзаж. На среднем сиденье лежит бумажка, ради которой я лишилась сна. Мой диплом. Я защитилась. Выезжаю на трассу, снова смотрю в зеркало. Следом за мной поворачиваю черный минивэн. Я начинаю нервно ерзать. Эта машина идет позади меня всю дорогу. Ее грохнули из-за диплома. Чуть ускоряюсь, чтобы проверить. Минивэн тоже увеличивает скорость. О, о, наша любимая музыка. Что за черт? Слышу в своем голосе волнение, стараюсь не паниковать. Ограничение по времени. Что делать? Ускоряется резко свернуть на бездорожье. Резко свернуть на бездорожье. Поворачиваю руль и свизгом выезжаю на дорогу, выложу нащебнем. Она разрезает лес и грозит тупиком. Минивэн не отстает. Сама себя загоняю в ловушку. Но откуда я знаю, куда ехать? А куда ехать? Разгоняется. Что он делает? Наверное, пытается сейчас убить. Порой очистлю не могу. А затем все. Отлично, читай. Очень прекрасно. Зато эмоционально. А! Он подрезает меня, внуждая перернуть в сторону. Я не справлюсь с управлением. Машин летит в кювет. Нет! Бэм! О, ваш экран затрясся. Прикольно. Эффектики такие классные. Меня убили. Кто же это может быть? Спорим, это какая-нибудь подружка. Вот такая вот мразь гадина. Мы в течение, скорее всего, всей этой истории будем узнавать, как она умерла. Мы же будем возвращаться на землю. Спорим, у нее был парень? Или лучший друг, который пытался признаться ей в любви, но не успел? Не знаю. Посмотрим. Какая промантика непредсказуемая. Энди не отрывал взгляда от моего заплаканного лица, не глядя, куда летит. Вы летите по небу. Как-то можно вообще смотреть, куда вы летите. Да уж, небо это не дорога. Можно не смотреть. Бич, обвесли. Похоже, ты кому-то сильно насолила. Ты со своими мнениями мне вообще не нравишься. Давайте будешь лучше молчать. Фыр, видимо, почувствовал мои слезы на своей коже. Ну, конечно, обслюнявил его всего. О-о-о. А вот и школа. О-о-о. Учебный год начался. Ничего себе. А у вас тут это... Рядом Винкс не учится. Алфея, все дела. Она такая... Готическая. Совсем не райская. Как это с друг с другом вот эти два комментария сочетаются? Готическая и Совсем не райская. Это вот... Как ты свой диплом защитил вообще, а? Ты еще в аду на факультете демонов не была. А можно посмотреть. Я с жаром и при дыхании выглядел самую высокую башню, находящуюся немного подаль от всего замка. Там сидит Фиона и Шрека. От вида словно бы бескрайнего сада лабиринта у меня и вовсе захватило дыхание. Энди снова поменял положение и резко рванул вниз. Фыр. За мной. Фыр. С диалогами у Фыра пока проблемы, но посмотрим. Добро пожаловать в школу ангелов и демонов. Здравствуйте, ангел Фенцео. Фенцео, прикольное имя. Крысина, значит. Да, крысина и крысина. Здравствуйте. Хелло. Энди покажет тебе школу и кратко введет в курс дела. А вы что здесь стоите тогда? Смысл мне опять с Энди таскаться туда сюда? После того, как устроишься, у нас начнется урок. Опаздывать не советую. Хорошо, ладно, не буду опаздывать. Опоздаю. Третья ДС Лео в главном холле. Подогодите, я тут пять минут. Мне еще это надо в комнату там устроиться, кровать там это, все дела. Надо еще в магазин сходить. Все ясно? Да ясно, ясно, пойдем. Я кивнула. И на какую же сторону ты хотела бы встать после учебы? Ну, главное, наверное, на сторону добра, любви, счастья. Я не знаю, какие у вас стороны здесь. В отличие от рожденных ангелов и демонов, люди на момент обучения считаются непризнанными. Отлично. Пока не умерла, чмошницей была. Когда умерла, стала непризнанной. Хорошо. Нас еще не признали ни ад, ни райп. Но после чего мы должны прикрутить либо к ангелам, либо к демонам. Но мы, конечно же, будем... Хотя нет, знаете, это был демон, но все-таки может ангел. Есть такая запрет на любовь. Ух, хорошо. Если, конечно, вам удастся окончить школу. А че ты начал-то сразу? Я диплом, между прочим, защитила. Его губы чуть вытянулись, будто он хотел злорадно усмехнуться. Он сдержался, потому что я сейчас вломлю ему по лицу. Ну, я не знаю, ну, я не знаю. Давайте пока... Ну, я еще не определилась. Советую тебе поторопиться. Не торопите меня, мужчина. Нельзя усидеть на двух стульях сразу. Можно, если у вас большая жопа. Энди встал перед тобой и притянул руку. Фу, еще руку притянул. Ну что, пойдем? Да, пошли. Что делать? Протелать руку в ответ. Ну, пока мы нормальный вариант не найдем, будем с ним флиртовать. Ваши отношения с Энди улучшились. Но мы в конце с ним не будем. Я не хочу, как бы. Мне он не особо нравится. Подняла глаза и встретилась голубыми глазами. Энди, они радостно сверкнули. Сейчас я их выколю. Опять молчит. Посмотрите на эту бразь. А что ты молчишь? Скажи мне хоть слово. Хотя, когда он мне что-то говорит, я его чморю обычно. Как художник, я не смогла не оценить все эти фрески, статуи и общий интерьер. Настроение чисто умерло. Тебя убили, обрела какие-то крылья, попала в какую-то ангельско-демоническую школу. В итоге, как художник, я не могла не оценить эти фрески. Я резко остановилась, из-за чего Энди чуть не врезался в меня. Я с трепетом замерла. Ходить научись. Ангелы знают толк архитектуре. Да и я ничего такая. Да и ты ничего такой. Он аккуратно подтолкнул меня вперед. Сейчас толкаться будешь, я тебя пну. Крысина, скоро начнет. Сорок сам-то Крысина. Блядь, это мое имя. Да, прости. Пока мы шли по коридору, Энди пытался растолковать здешние правила. Ой, сейчас начнется ни пить, ни курить, ни спать ни с кем и так далее и тому подобное. Все нарушу в первый же день. А вот здесь ты будешь жить. О, комната. Будем водить мальчиков и девочек тоже. Всех будем водить. Ничего себе царские хоромы. Неплохо. Всякие статуи, вазы, окно. О, диваны, кровати. А я с кем-то живу, что ли? Это чья комната вообще? Ну вот эта кровать мне больше нравится. Она какая-то более симпатичная. Выбрать уютную комнату, неземную комнату. Уютную комнату, неземную комнату. Простую комнату. Но я не хочу бомжарскую комнату, хотя сейчас я алмазы потрачу на все это. И мне это не нужно окажется в итоге. Неземную комнату, уютную комнату. Ну давайте, раз уж тратится, так тратится. Неземную комнату купим. Я люблю жить в роскоши. Только умерла, диплом защитила, обидно. Так что хоть комната красивая будет. На кровати, махая ногами, лежала девушка. Все, началось. Вместе с комнатой купили себе еще и девушку. На ее спине подрагивали красные крылья. Уууу, она обернула, слышав шум, и повернулась на бок, чтобы лучше нас оследить. Нихрена себе, здравствуйте, ты моя новая соседка? Нет ли твоя новая девушка? Привет. Я без помощи вступил. Энди, выйди отсюда, нахрен не мешай нам. У меня все, у меня отношения новые. Все верно, так что не обижай ее. Мими. Ой, какая милая. Мими закатила глаза, встала. Ой, она саркастичная, гадина мразь. Тебе повезло, что твоей соседкой оказалась я? Конечно, мне повезло. Да. Некоторое время она смотрела на меня, потом развернулась и снова легла на кровать. Сейчас она там похлопает, я пойду к ней на кровать ложиться. Мими выпятила свою пятую точку, наверняка зная, как сильно обтягивает ее штудрить. Угол! Отвернуться. Продолжать смотреть! Я задумывалась, не отрывая взгляда от Мими. Ее тело было красивым, дьявольски красивым. Она еще и демон, боже ты мой. Неудивно, что ангелы и демоны считают себя лучше людей. Ну, конечно, с такой-то задницей. Мими обернулась. Мими понравилась твоя заинтересованность в ней. Мими обернулась, словно почувствуя, что я наблюдаю за ней. Кончики их губ медленно, коварно поползли вверх. Аж молчим. Ты пока обустраивайся. Энди, выйди отсюда, у меня тут... Выйди! Энди кивнул Мими, подружески коснулся моего плеча и скрылся в коридоре. В дороге, неважно, где ты скрылся, главное, что ты вышел. Как только дверь за Энди закрылась, Мими села и стала наблюдать за мной. Угу, я Мими, дочь демона Мамона. От ее слов по телу побежали мурашки. У-у-у, хорошо, хорошо пошло. Энди прав, я нахожусь рядом с настоящими неземными существами. Это не люди, правильно, это... И каково быть демоном? Этот вопрос я почему-то очень размешил. Так что тупые вопросы задают всякие. Не, чтобы спросить, какой у тебя знак зодиака? Чем сегодня занимаешься? Будешь сходить на свидание? Ее смех был звонкий, подевичь и нежный. А каково быть человеком? Ну, как тебе сказать, херово. Я улыбнулась. Взгляд Мими переместился на что-то позади меня, потом вернулся. Она снова покошачьи улыбнулась. Часы в комнате отстают. Ты уже опаздываешь. Что? Ангел Фенса, вот так его зовут. Он не любит, когда опаздывает, особенно... Непризнанная. Я не помню, какая там дверь. Третья дверь справа. Третья дверь... Третья дверь сняла, пусть будет. О! Он поднял на меня глаза и губы возжились от злости или раздражения. Ну, сорян, опоздал. Это тебе не земная школа. Я тут новенькая, у меня соседка супер горячая. Войдите в положение. Опаздывать нельзя. Садись. Я тебя сейчас на лицо сяду. Извините. Среди учеников я заметил Энни и с облегчением подсела к нему. Прости. Я сам едва не опоздал. Хотела тебя провести, но Ангел Фенса чуть ли не силой задолкала в класс. Он вдруг резко умолк. Затем он ловился каким-то своим мыслям. Меня представляет меня. Кто знал, что нам придется снова возвращаться в школу? Это слово только теплом защитило. Опять учиться, господи. Ангел Фенса обошел свой стол, оперся его край и сложил руки перед собой. Многие из вас уже это знают, но повторим для новеньких. Он метнул на меня гневный взгляд. Школа ангелов и демонов поддерживает гармонию на земле. Ла-ла-ла-ла-ла. Эти правила мне не интересны. Мне ничего не интересно здесь. Вы говорите очень много. Не по делу. Мне интересна сейчас только моя соседка. Поэтому его голос наполнился яростью. Иди в жопу. Все мертвы. Ваш дом теперь здесь. Отлично. Классно. Спасибо за напутствие. Вам запрещено как-либо связаться со своей прошлой жизнью. И что еще придумаешь? Какие еще правила на него становишь? Может, ты нахер пойдешь? Он повернулся, взял листок со стола и снова уткнулся в него. Вот и сиди, читай свои там вот эти. Что там читаешь, неважно. Вы будете обучаться, как у ангелов, так и у демонов. Ну, у демонов-то наверняка интереснее. Они не такие шмари, как ты. Факультет демонов находится в аду. Где же он еще может находиться? Если вы слабонервны, это ваши проблемы. Спасибо. Вообще, просто реально мой универ. И последнее. На земле вы будете принимать облики других и давно умерших людей. И кроме цветоглаза вас ничего не будет выдавать. Опа-на! Вот это поворот! Сегодня вы сами решите, какое из двух зол для вашего подопечного будет меньше или наоборот больше. Ни хрена себе! Ангел Фенсо кратко описал задание каждому из учеников. А теперь к водовороту. Я дернула Энди за рукав. Что за водоворот? Ну, водоворот, моя хорошая ощущение, понятно. Ооо, тебе понравится, на начале будет страшно. Ооо, ни хрена себе все толпились рядом с тоннелем, который вихрем уходил вниз. Один за другим непризнанно разбегались и ныряли в небо. Это какой-то флешмоб, что ли, у вас тут? Я сделал шаг назад, шаг вперед и ушла оттуда нахрен. Энди жал мой локоть. Сего на мгновение сказал. Главное, не бойся. Хорошо. Ты не испугалась, прыгнула в пропасть? Ну, там я думала, что я как бы уснула. И все, сейчас упаду, проснусь. А тут как бы уже все более реалистично. А это должно быть расплюнуть. Расплюнуть сейчас будет тебе в лицо. Я подбежала ближе, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Но Ангел Фенсо вытянут передо мной руку. Ангел Фенсо, я тебе сейчас руку сломаю. Давай, твоя очередь. Да, полетела, что нет? Могу ли? Да, можешь, все можешь. Нет, что не можешь? Ууу, я упал в отворот. А! Сохранение. Серия окончена. Интересно. Алмазы плюс 10, слава плюс 1. Ангел и демон пока не выбраны. Но, думаю, в следующих сериях мы как раз-таки с этим выбором сделаем что-нибудь интересное. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще мне смотрите. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы узнали каждый мотив в день. Не забывайте писать свои комментарии, потому что что? Правильный комментарий лучше лайка, но и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано. Но, так что, пишите мне, что вы думаете по поводу сегодняшнего видео. Как вам это прохождение? Хотите ли вы, чтобы они были длиннее? Возможно, часовые? Может быть, почему нет? В принципе, по две серии можно проходить. Кто вам больше всего понравился за этих персонажей? Проходили ли вы эту историю? Если проходили, пожалуйста, не спорите. Я хочу узнать все сам, потому что там и ангелы, и демоны. И вот это все сочно, жарко, горячо. Ух, хорошо, прям адское пламя претет меня целиком. Пока прогнозирую, что мы вернемся на землю. По-любому у нас там будет какой-нибудь парень или кто-либо еще, который узнает нас по глазам. Мы будем выбирать между ним, Энди, нашу сетку, еще какие-то мужиком. Посмотрим, что получится. Мне интересно. Мы еще не побывали в аду, кстати. Так что, думаю, если вам понравится это видео, и вы захотите еще, то побываем мы там. И да, с вами был я, Энтони Илай. Главное, помните, все остальное сервисами себе. До чего мы всех в ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мои соцсети. Там очень хорошо, вкусно и весело. Самое главное, будет очень приятно вас там увидеть. Мерч Капы Яда можете приобрести по ссылке в описании и поддержать меня. И да, надеюсь, у вас все хорошо. Охречо. Мне аж прям жарко стало. Красота. Увидимся. Пока.